31 июля в Щелковском городском парке прошло мероприятие. Задумывалось оно как митинг, посвященный проблемам в сфере ЖКХ на территории района. Против повышения платежей за право выбирать способ управления домом против разворовывания квартплаты. Призыв был опубликован в сети интернет, якобы как результат собрания председателей советов многоквартирных домов. Если его почитать, то все и вправду грустно. Двойные и тройные платежки за услуги ЖКХ, бездействие государственной жилищной инспекции, нарушения в работе Мособл ЕРЦ и даже рейдерские захваты офиса управляющей компании. В общем все на митинг, иначе проблем не решить. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что проблемы эти по-видимому касаются не всего района. Ибо приглашались-то вроде бы как все жители, но целевая аудитория микрорайон Заречный. Еще точнее, жители 48 многоквартирных домов, за управление которыми уже не первый год борются различные управляющие компании. И уж совсем точно, по подсчетам организаторов акции, 12 283 жителей Щелково. Только по микрорайону и нигде более были расклеены вот такие объявления, без каких-либо опознавательных знаков, но зато с портретом президента. Непонятно. Заявку о проведении митинга в администрацию района подал никому неизвестный гражданин. Уведомил об участии 700 человек. Власти подумали, где можно разместить только народу и, разрешив мероприятие, отправили всех в парк. Митинг должен был длиться аж 4 часа с 12 до 16 часов дня. Организация мегамасштабной акции была соответствующая. Денег на нее не пожалели. Людей организованно привезли на микроавтобусах. Также организованно раздали заранее изготовленные транспаранты. Установили аудиоаппаратуру. Арендовали кран с камерой, чтобы ни одно слово, сказанное с трибуны, не осталось неуслышанным. Но что-то пошло не так. Вместо заявленных 700 человек пришли, привезли в 10 раз меньше. Человек 70, и это еще по очень оптимистичным подсчетам. Пришлось срочно искать аудиторию на месте. Гуляли в парке. К нам подошла женщина. Пригласила на митинг. Мы же узнали, что как митинг. Она говорит, с какой целью. Она говорит, ну просто сходите и заплатит нам денег. Постойте. Да, постойте немножко. Вы пришли, постояли, нам заплатили по 200 рублей. Не хватило и рабочих рук держать заготовленные транспаранты. Часть их раздать так и не смогли. А тем, которые все-таки удалось пристроить, нашлось вполне достойное применение. Прикрываться от палящего солнца последнего дня июля. А теперь, собственно, о митинге. Будем называть его так, хотя бы из уважения к усилиям и затратам. Вел его, как он сам представился, Владимир Палагин из Монина. На импровизированную сцену он вызывал бабушек и дедушек, которые говорили о кризисе в системе управления ЖКХ района. Некоторых придерживал, чтоб не упали, видимо, все-таки возраст. Однако большинство ораторов-любителей явно плохо выучили свои речи и смотрелись, увы, комично. И теперь эти новые технологии будем гнать до Берлина. Правильно? Но вам 70 лет, мне куда до Берлина? Мне бы с этой полки не упасть. Что касается рыбинских захватов, я сам был участник первого налета в двух конкурторах. И без того немногочисленные ряды присутствующих начали таять. То ли от жары, то ли от содержательности выступлений. Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия. Я без микрофона могу, я громкая. Хедлайнером мероприятия выступала Ирина Кашевая, бывший директор управляющей компанией «Новые технологии», которая нынче банкрот. Своей причастности к новым технологиям она стесняется, поскольку является уже директором компании «Перспектива», которая и пытается отжать к управлению у себя бывшей те самые 48 домов микрорайона Заречный. Мы судили с ним, нашей компанией, которой я руководил раньше 4 года. Ирина Кашевая перечислила всех своих врагов и в финале пламенной речи заявила, что если с ней что-нибудь случится, вы знаете, кого искать. Беспроигрышный прием сорвать хоть какие-то аплодисменты. Недаром же. Камера на экране все записывает. Слово взяла Александра Ким, главная ударная сила Ирины Кашевой, которая хвостиком ходит за ней по всем митингам и телеэфирам. И тоже назвала причину всех бед в ЖКХ. «Хочу обратиться еще к президенту Путину. Владимир Владимирович, может быть, вы увидите эти кадры. Я обращаюсь к вам. Я обращалась лично на личный ваш сайт. Два раза ездили в администрацию президента. Тупо ваши помощники отсылают ответы для разбирательства правительской московской области. Действительно, все. Без комментариев. Постепенно входившие в азарт ораторы стали выдвигать все более и более оригинальные идеи, как нам решить проблемы в ЖКХ. Подумайте, наверное, все-таки зря мы развиваем московский регион так активно. 20 миллионов человек в сумме Москва и Подмосковья. Конечно, никакая система ЖКХ не справится, и все трубы лопнут. Поэтому вот предложение такое прекратить жилищное строительство, прекратить создание рабочих мест, затормозить развитие. Может, губернатору Воробьеву дать это посмотреть? Интересно, как он отнесется к такому откровенному абсурду, прозвучавшему на акции, проходившей, напомним, под фото президента. Смысл и цель митинга постепенно стали проясняться для тех немногих, кто пришел добровольно. Большинство выступлений так или иначе сводились к работе управляющей компании «Перспектива». Дома ей в реестр не вносят, какой-то враг, которого никто не знает, ей палки в колеса вставляет, деньги с жителей ей собирать не дают, присылают еще три платежки, и якобы только она один в поле воин. В общем, на митинге опять мы видим решение чьих-то личных проблем за счет оболванивания престарелой народной массовки. Занятно прозвучала и итоговая резолюция импровизированного митинга. К требованию решения проблем в ЖКХ, которые в основном свелись к решению проблем ООО «Перспектива», почему-то причудливо примешались вопросы вырубки леса в Монине. Наверное, это ведущий свои пункты под шумок вписал. А еще собравшиеся едва не забыли потребовать кого-нибудь отправить в отставку. Как же без этого? И завершающий пункт. Требуем отправить в отставку главу администрации Щелковского муниципального района Валово за перечисленные сегодня нарушения. А это, простите, кто глава администрации? Нет такой должности в уставе Щелковского муниципального района. Пугает, знаете ли, такая правовая неграмотность. Если уж в основах системы местного самоуправления района организаторы митинга не разбираются, кто гарантирует, что в непростых вопросах ЖКХ они что-то смыслят? Так что не митинг получился, а фикция. Простой народ акцию не поддержал. Тем людям, которых организованно привезли, ничего доказывать не нужно. Но покричали о том, что микрорайон заречный на грани социального взрыва, то почему тогда его жители не пришли? А вот то, что подобные акции сами провоцируют напряженность в обществе, это весьма вероятно. Организаторы заявляли, что муниципальные власти, где ничего не делают и далеки от народа. Популизм чистейшей воды. Районная администрация вместе с областным правительством стараются решить острые вопросы коммуналки, которые, между прочим, по всей матушке России исходные. Об этом подробно рассказывается в СМИ и социальных сетях. Но не хотят этого говорить организаторы июльской маевки. Они все знают, конечно, но делают так, как им в данный момент выгодно. Мысль о разжигании социальной напряженности подтверждает и то, что в числе присутствующих были замечены Галина Гришина и Леонид Катников. Весьма одиозные и очень хорошо известные в Щелкове в прошлом персонажи. Катников вообще, в бытность заместителем главы города, имел очень серьезные проблемы с законом. Подписи за резолюцию собирала Надежда Талдыкина, бывший секретарь территориальной избирательной комиссии, не по-хорошему ушедшая из района. Что они опять мутят? Сами же видят, что народ устал от политиканства, не верят им, раз на их митинги не ходят. И как не поймут, что даже за деньги народной любви не купишь? Так что осталось парковое мероприятие «при своих», для которых «своих» было предусмотрено продолжение в ближайшем кафе, где особо отличившиеся и изрядно проголодавшиеся активисты были замечены за дружным поеданием шаурмой. Телерадиокомпания Щелкова. Собственная информация.